Уже в самолете Москва-Чебоксары участник Олимпийских игр в Токио, мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Владислав Поляшов узнал о том, что его товарищи из сборной команды России по спортивной гимнастике заняли первое место на Олимпийских играх. Сам он, оставшийся в минувшую субботу по итогам квалификации в шаге от выхода в финал, прилетел в родной город. В Чебоксарском аэропорту его ждали родственники, друзья и воспитанники профильной республиканской школы спортивной гимнастики. В числе встречавших были и министр физической культуры и спорта Чувашской республики Василий Петров, а также наставник спортсмена, заслуженный тренер Чувашской республики Анатолий Васильев. У нас сейчас даже не будет в планах расслабления, потому что чемпионат мира не за горами. Буквально два месяца и надо продолжать бороться. Вообще, впервые в истории такое, что два спортсмена от Чуваши попали сразу на Олимпийские игры. Это честь и хвала. И большое спасибо ребятам. Спортсмен признался, что на сегодняшний день находится в отличной физической форме и уже в ближайшее время после небольшого отдыха приступит к подготовке чемпионату мира, который пройдет в октябре в Дании. Конечно, будем стараться. Главное, чтобы здоровье позволяло. А так я вполне готов продолжать дальше, набирать обороты. Первая, да, Олимпиада, я так посмотрел, съездил, пощупал. На вторую вот уже выступил, уже помост прощупал и осталась вот третья. Надеюсь, уже будет такая для хорошего. Татьяна Козлова, Степан Гурьянов. Специально для программы «Движение. Это жизнь». В Чувашии вновь состоялся межреспубликанский велопробег под громким названием «100 километров, потому что мы вместе». Инициаторами и организаторами этого зрелищного физкультурного мероприятия выступили интерактивный телеканал «Профсоюз-ТВ» и ряд общероссийских отраслевых профсоюзов и их структурных подразделений при поддержке Федерации независимых профсоюзов России, Минспорта Чувашия и Минспорта Татарстана. В велопробеге приняли участие представители профсоюзных организаций из 14 регионов нашей страны, а также гости из Узбекистана. Стартовали велосипедисты из физкультурно-оздоровительного комплекса «Кэтне», находящегося в селе Комсомольской Чувашской Республики, где глава администрации района организовал для гостей радушный прием и обратился к присутствующим с торжественной речью. Хочу пожелать всем сегодня хорошего старта, чтобы каждый получил положительную эмоцию и остался у вас в памяти, чтобы вы побывали на нашей гостеприимной Чувашской земле. Я думаю, это у нас второй раз проходит. Это будет традицией. И, надеюсь, с каждым годом количество участников будет только расти. Также с благодарственной речью к организаторам велопробега и профсоюзам обратился депутат Государственной Дома Российской Федерации Игорь Меляков. Спасибо профсоюзам, которые устроили этот замечательный праздник. Почему он замечательный? Потому что он объединяет всех. Мы, любители велоспорта, имеем дело с самым древним изобретением человека, с колесом. А если оно самое древнее, то оно объединяет нас всех. Колесо – это великая сила цивилизации. Но особенность велосипеда в том, что человек, садясь на велосипед, сливается с ним, и он сам лично чувствует, что такое колесо. Он чувствует его великую силу. После торжественной церемонии колонна и ста велосипедистов начала свой путь по маршруту Комсомольска – Яльчики, Киять, Буинск. Первые 10 метров! До следующего пункта, до села Яльчики Чувашской республики, нужно было преодолеть немалую дистанцию – 40 километров. Проезжая чувашские деревни один за другим и преодолев 25 километров, спортсмены доехали до первого перевала. Первый. Все здорово, все четко. Хорошее настроение и полный заряд сил наблюдался у всех участников велопробега. Элла Горбунова приехала на велопробег из Казани. Она отмечает, что ощущения команды очень сильно мотивируют при прохождении такого маршрута. Если бы человек был один-два, маленькая компания, есть возможность сказать себе, я устал, все не могу, зачем мне это, а когда идет, это именно, понимаете, синергия такая получается. То есть энергия удваивается, утраивается. И на 90 километров все скажут, ну же, так мало, мы хотим еще. Вот велосипед – это такой просто вот автоподзаряд всегда, всегда хочется еще. Следующей остановкой уже стало село Яльчики Чувашской республики. Позади 40 километров, а это значит, что наступило время для концертной программы, с которой он спортсменов встретил глава района. Для гостей такой прием стал отличной подзарядкой. Также гости из Узбекистана были восхищены просторами нашей чувашской земли и выражали огромную благодарность, что смогли принять участие в этом велопробеге. Ведь теперь в их планах провести подобные мероприятия у себя на родине и привлечь работников профсоюзов и молодежь к активному образу жизни. Да, посмотреть, участвовать на этом соревновании, да, и привлечь побольше молодежи. Приехать домой, к родине, привлечь наших сотрудников, наших работников, нашей компании. Хотим организовать тоже такие мероприятия, такой велопробег. У нас масштабы компании, масштабы республики. И приехали посмотреть, сейчас оптика работы. Приветливый прием не оставил равнодушными никого. Так и велосипедисты из Екатеринбурга. Активисты завода имени Каленина не оставили неотмеченными красоту, гостеприимство чувашской земли и, конечно же, организаторские моменты. Мы из города Екатеринбурга приехали первый раз в этом году на велопробег. Очень понравилось. С погодой просто повезло. Много людей в этом году приехало. Сейчас у нас перерыв. Пообедали, покушали. Организация на высшем уровне просто. У нас профсоюз профавиа, оборонная промышленность, завод имени Калинина. Передаем привет. Очень все нравится. Организация, гостеприимство, природа. Очень классно здесь. Трасса очень легкая. Сфотирована дорога, идеальное сопровождение спереди, сзади, техподдержка, замена велосипедов. Просто едешь и расслабляешься. Денис Журавлев, председатель Рослеспрофсоюза, отметил, что в этом году много внимания уделено комфортности езды и безопасности велосипедистов. В этом году больше участников. Все это выглядит ярче. Есть звуковое сопровождение. У нас головная машина. Нас немножко веселит хорошей музыкой. Поэтому едется приятнее, легче и веселее. И, как всегда, хорошая компания. Набравши сил, велосипедисты двинулись в сторону Татарстана. Ехали они, соблюдая все правила движения. В колонии подвое держась друг за другом, остающих нет. Можно было бы завидовать спортивной закалке ветерану спорта. Петр Петрушкин – активный участник подобных спортивных мероприятий. В велопробеге он участвует не первый год. Про себя отмечает, что ведет активную спортивную жизнь. Это и помогает ему оставаться в строю. А я постоянно каждый день на велике. Хоть туда, хоть сюда. Постоянно на велике я катаюсь. Себе форму держу. А я не понял. Я и даже в Куйбышев ездил, в Чебоксары ездил много раз. Я мне почувствую горы подъемы. Как спускаюсь, так и поднимаюсь. Еще одним активным участником таких соревнований является Григорий Петров. Здесь он представляет велосипедное движение «Солнце на спицах». Григорий отмечает, что велопробег – это глоток энергии и позитивного настроя. Несмотря на пройденные километры, он чувствует себя отлично. Ой, отлично. Отлично. Человеку нагрузку какая-то нужна. И после этой нагрузки, когда человек отдохнет немножко, такое блаженство. Как в песне говорится, каждый выбирает для себя. Мы выбираем для себя велосипед, велодорожку, велопуть и такие хорошие нагрузки. Следующая остановка была в Буинском районе после прохождения 65 километров. На лицах участников велопробега была неподдельная радость, а энергия, несмотря на усталость, била ключом. Ни капельки не устал. Получил очень много удовольствия. Во-первых, от организаторства. Очень хорошо все организовано. Познакомился с очень многими людьми, представителями других организаций, других городов. Как говорится, такого плана мероприятие настолько сближает. Очень доволен. Остается еще 35 километров. Усталости никакой нет. Доедем до финиша. Ощущение хорошо. Немного уже ноги начали забиваться, но так нормально. Под накопивший сил велосипедисты поехали до финиша до Буинска, республики Татарстан. Но перед этим не оставили непосещенным и село Киядь Буинского района. Ощущение финиша и скорого достижения цели, несомненно, подбадривало подуставших спортсменов. Ну а некоторым такая дистанция далась достаточно легко. Нет, маршрут несложный. Расстояние для меня как бы небольшое, поэтому я не особо устала. Слегка так чуть-чуть. Потому что едем каждый не в своем темпе, а нужно в пределах колонны за всеми следить, чтобы порядок был, чтобы никто, не дай бог, не упал, не столкнулся. Ну, чтобы все безопасно было. Утомления, истощения нет, потому что, в общем, мне грех жаловаться у меня богатое спортивное прошлое. Мероприятие очень хорошее. Мне кажется, оно гуманитарного даже больше, не спортивного, а гуманитарного свойства. Потому что спорт всегда объединял людей, всегда выстраивал мосты между нациями. И вчерашние открытия Олимпийских игр еще раз показывают, что спорт нужен. И он объединяет нации, знакомит людей друг с другом. И я очень рад, что меня пригласили, я сегодня здесь. И это очень хорошее начинание. Я думаю, что мы будем его продолжать, тиражировать по всей России. Осталась только финишная прямая – 16 километров до Буинска, где велосипедистов ждали с народными песнями и угощениями. Далее была долгожданная церемония награждения. Многие из сегодняшних участников побили свои рекорды, проверили свои возможности и внесли в копилку достижений новые медали. 100 километров – потому что мы вместе. Это, несомненно, достойно уважения и похвалы как сторону спортсменов, так и организаторов такого масштабного спортивного мероприятия. На самом деле, это впервые я принимаю участие в такой велогонке. Это первая моя велосотня, как говорится. Масса положительных эмоций. И целый день мы провели в такой приятной, организованной компании. И, на самом деле, прежде всего я хочу сказать большое спасибо организаторам. Все сегодня слова звучат организаторам, потому что это очень трудно было организовать, но организовано все очень прекрасно. И встречают, и кормят, и награждение шикарное, и показательные выступления. Все это очень здорово. И на следующий год, я думаю, еще больше участников можно приглашать. И большое-большое спасибо всем, кто это мероприятие организовал. Благодарно звучало в большей мере Сергею Геральдовичу Драндрову как главному организатору велопробега. Это второе мероприятие, которое провели профсоюзы совместно с органами исполнительной власти в области физкультуры и спорта в Чувашии и в Татарстане. Но, наверное, уже можно говорить, что оно стало традиционным, и сегодня на церемонии награждения это тем неоднократно уже звучало. Между тем, я не могу сказать, что оно дублирует или повторяет мероприятие прошлого года, поскольку, вы, наверное, сами видели, что уже существенно увеличилось количество участников, увеличилось количество регионов, у нас появились уже иностранные делегации, и сегодня прозвучало предложение провести аналогичный велопробег уже на территории Узбекистана. Но мы, конечно, постараемся сохранить вот тот формат, который у нас был здесь, Чуваший и Татарстан – это родоначальники этого мероприятия, но то, что это тиражируют, это, видимо, очень приятно. Стоит отметить, что тиражирование велопробега идет полным ходом. Например, в Индии, в городе Джамму, в этот же день 25 представителей велодвижения «Солнце на спицах» стартовали под лозунгом «Велосипедисты всех стран объединяйтесь» и проехали 30 километров. Такие примеры говорят о том, что мероприятия, способные объединить людей в общих целях, востребованы во всем мире. И в дальнейшем велопробег, потому что мы вместе станем традиционным и будет проводиться уже в совсем иных масштабах. Татьяна Козлова, Степан Гурьянов, специально для программы «Движение этой жизни». Министр физической культуры и спорта Чувашской республики Василий Петров и первый заместитель министра Татьяна Рябина с рабочим визитом посетили Янтиковский район Чувашия. Визит начался со встречи с главой администрации района Владимиром Михайловым, с которым обсудились важные моменты реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни», национального проекта «Демография» и комплексной программы социально-экономического развития региона до 2021 года. Как говорится, развитие всей отрасли зависит от районов тоже, потому что в районах, ну это начальное зелено начинается, молодежь, дети занимаются физической культурой и спортом, и у нас стратегия эта заложена. То есть надо уделять внимание развитию спортивной инфраструктуры и количеству занимающихся, и тем более, наверное, у вас тоже в спортивном комплексе предусмотрено, что лица старшего поколения занимаются бесплатно, свободное, но время было загруженное, да, это очень хорошо, но в то же время у вас неплохая и навременная пропускная способность объекта спорта, она высшая, чем в целом по республике, и доля систематически занимающихся тоже, я знаю, выше, чем в среднем по республике. Также Василий Петров и Татьяна Рябина посетили ряд спортивных объектов. Первым объектом посещения стала муниципальная детско-юношеская спортивная школа, в которой в прошлом году был проведен капитальный ремонт. На выделенные из республиканского бюджета средства отремонтирован спортивный зал, раздевальные помещения с душевыми. Кроме того, по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» на территории учреждения построена многофункциональная спортивная площадка для подготовки и сдачи нормативов комплекса ГТО. В Янтиковском районе на самом деле спорт очень развивается, как среди лиц старшего поколения, так и среди школьников и взрослого населения. За прошедший год только мы по программе общественной инициативы отремонтировали три спортзала при домах культуры. То есть люди сами вкладывали собственные средства в размере 10%. В этом году тоже по этой же программе, по общественным инициативам, строим хоккейную коробку. И большая радость для нас, конечно, сегодня то, что Совет инициационной политики одобрил выделение средств на проектирование стадиона с искусственным покрытием в селе Янтиково, где мы сейчас находимся. Это значительно увеличит, наверное, популяризацию спорта и качество спортсменов. В ходе встречи глава администрации района Владимир Михайлов рассказал об основных направлениях деятельности и достигнутых результатах, акцентировав особое внимание на работе по укреплению материально-технической базы. И в 2019 году здесь, вот мы видим сзади, построили площадку ГТО. И здесь люди систематически занимаются. По итогам первого квартала Янтиковский район занял первое место среди муниципальных районов республики на фестивале ГТО. Это тоже нас очень радует и вдохновляет на дальнейшее развитие спорта в районе. Министр поддержал стремление муниципальной власти привести стадион в соответствие с предъявляемыми требованиями к спортивным объектам. Еще одним объектом посещения стало спортивные площадки при Доме культуры в селе Есшехова-Нарваша. Муниципальный контракт на его строительство был заключен с подрядной организацией ООО «Мост» в начале апреля текущего года. По контракту строительства объекта должно было завершиться уже в августе. Однако подрядчик строительные работы необоснованно приостановил. Глава сельского поселения Роман Егоров рассказал, на каком этапе строительства сейчас находится объект. В конце мая только подрядчик приступил к работам. На сегодняшний день установлены только столбы, которые мы сейчас видим на заднем плане. подготовлены основания и подрядчик уже в течение месяца не работает на данном объекте. Претензионная работа ведется. Сегодня, наверное, после визита министра тоже напишем еще в прокуратуру, чтобы они тоже посодействовали. Сроки выполнения работы, конечно, до 31 августа, но вероятность того, что объект сорвется. Запасной вариант, конечно, можно местных подрядчиков связать, как-то их местной подрядчик и вот генподрядчик, который с Ульяновска, чтобы как-то удешевить их. Будем искать разные варианты. В опционе участвуют пять участников, потому что на остальных тоже будем привыкать. Татьяна Козлова, Степан Гурьянов, специальный для программы «Движение – это жизнь». На пассе спортивной школы «Спартак» города Чебоксары прошло открытое перенз в городе под классическим шахматом. Среди мальчиков и девочек до 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет. В соревнованиях приняли участие 45 человек, в числе которых и подопечность Сергея Соколова, юный призер первенства по волжье, чемпионка Чувашии по классическим шахматам Анна Хмелева, которой всего 12 лет. А вот Анна у нас своеобразный феномен. Она начала заниматься три года назад. Довольно поздно по нынешним временам, то есть ей было уже практически 10 лет, почти 10 лет. И вот спустя три года она уже чемпионка и среди девушек, и среди женщин. Чемпионка в Чувашской республике среди женщин. Очень целеструбленная, активная девушка. Умеет работать над шахматами и играет очень активно, напористо, энергично. Хотя шахматы не физический вид спорта, но ваши фигуры, которыми вы руководите, должны проявлять своеобразную энергию. То есть вы должны через свой мозг, через свои руки, как-то вкладывать силу в свои фигуры, чтобы они играли на доске, атаковали фигуры соперника. Мы решили навести дружную семью Хмелевых и понять, откуда же у Анны взялся интерес и любовь к шахматам. Привет, Аня. Здравствуйте. Шахматами Аня начала заниматься три года назад, хотя интерес к ним у нее появился намного раньше. Я в шесть лет попросил у дедушки Мороза шахматную доску, и никто не хотел со мной играть. И она лежала где-то, пылилась. А потом младший брат нашел эту доску и начал просить папу, чтобы он с ним сыграл. И они начали играть, и я тоже увидела, как они играют, и тоже захотела. С этого и разгорелся еще больший азарт к шахматным фигурам, ходам и к победам, которые привели к множеству медалей и кубков, украшающих сейчас квартиру Хмелевых. Этот кубок я выиграла в Москве на кубке Карпова. Это я за второе место выиграла на кубке Минина и Пожарского. Это первое место. Это я в Республике же выиграла тоже за второе место. Это на ПФО по Брису первое место. Это тоже на ПФО второе место. И это тоже на ПФО второе место. Дома Анна тренируется, играя в шахматы, большее количество своего времени. В основном это онлайн-тренировки, в которых чемпионка рассчитывает ходы, разучивая стратегии. Это я по движку писала сильные ходы. Еще у меня такие две тетрадки есть. Глава семейства очень старается ради будущего своих детей. Артем даже выработал свою методику для тренировки Ани. Эта методика состоит из конкретных норм, ежедневной нормы, решения задач, решения задач на скорость. Она должна выполнять определенный объем ежедневно. То есть объем не просто складывается из конкретного количества задач, а именно из серии правильно решенных задач. У нее, так называемая, есть пятнашка. То есть это 15 задач, которые она ежедневно решает. И при решении ряда с 15 задач без ошибок, нормы считаются выполненными. Если хотя бы появляется одна ошибка в этом ряде, соответственно, надо начинать с зоны. До тех пор, пока она в этот день не сделает ряд из 15 задач. Аня решила показать нам наглядный пример своих тренировок. Вот тут, когда решаешь, появляется зеленый квадратик. А надо решить их 15 задач без перерыва. Ой, ну, без этих красных квадратиков. Без ошибок. Без ошибок. Тут можно выбирать очень много разных тем. Дебюты. Также есть пазл, штурм и часком. Там тактическая дуэль. Там дается 3 минуты на решение задач. И там надо сделать определенное количество. Родители, конечно же, восхищаются невероятной скоростью решения задач и нахождение верных ходов за считанные секунды. То есть каждая задача примерно решается буквально за несколько секунд. Там одна, две, три секунды. То есть это невероятная скорость, если вот обывательским взглядом смотреть. То есть появляется задача. Вот ей лично я даже не успеваю определить, где находится король. Она уже видит это решение и находит его моментально. То есть буквально полторы секунды на одну задачу. Это просто невероятная скорость. А в свободное время она читает любимые книжки про шахматы. Мне очень нравится вот эта книжка. Александр Костенек. Там было написано про ее биографию и как она достигала таких высот. И мне очень нравилось читать. И когда я читала, я тоже хотела так же, как она, и еще сильнее занималась. Я даже как-то раз, вроде бы, в первый же день, как я заказала, читала до пяти утра. Мама Ани отмечает, что каждый ребенок в их семье имеет разные увлечения. И каждый из них является гордостью семьи. Я очень как бы рада и горжусь своими детьми. В школе они хорошо учатся, они у меня дружные, веселые ребята. Еще маленькая у нас есть доченька, тоже она сейчас в садике находится. Вот, тоже может быть в будущем будет шахматисткой. Потому что она тоже у нас уже и фигуры знает, тоже увлекается. Поэтому, если будет равняться на сестру, то, возможно, мы и младшую подтянем туда, к шахматам. В планах родителей Иоанни достичь шахматных определенных высот. В первую очередь звание мастера Фиде. А в дальнейшем уже получить высшее звание шахматного мастерства, звание кроссмейстера. В шахматах хотя бы добиться нужно звания. Звание мастера Фиде. Это звание дается пожизненно. Если вдруг ее карьера когда-либо закончится, она будет увлекаться чем-то другим, станет профессионалом в другой области, звание Фиде останется за ней на всю жизнь. Поэтому Аня усиленно занималась и готовилась к всероссийским соревнованиям. К четвертому этапу 71-го чемпионата России по шахматам среди женщин, которая проходит на базе ледового дворца Чебоксары-арена, где ей предстоит сыграть с королевами хода сильнейшими гроссмейстерами страны. Ведь она единственная среди женщин, представляющая Чувашу на этой высшей лиге. Татьяна Козлова, Юрий Гурьянов. Специально для программы «Движение. Это жизнь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова